один-два раз один-два раз всем привет парни тем кто не смотрит сегодня постараемся выполнить полета fr опять на мухобойке опять на пайпер па-34 сенек а2 turbo charged и полет у нас будет следующий мы будем лететь из аэропорта ибитцы и майкл индия брава в аэропорт реус я не майкл ромео сера значит мы будем лететь вылет у нас будет через точку годокс я уже посмотрел на старых давайте и добавим наш паршрут так стоп не добавилось сейчас секундочку пользуюсь веб-сайтом skyvector и вам советую добавить в план годокс он кстати нам сразу добавил выход годокс он фокстрот но скорее всего будет не годокс он фокстрот хотя может быть он и знает какая полоса в работе все-таки это онлайн и будет у нас эброкс и вот он тут нам нарисовал эброкс ванпапа так а что нам говорит что нам говорят агип агип нам говорят для полосы ванпапа это значит на полосу 07 он нарисовал скорее всего а здесь эброкс 3кбек вот он этот заход мне хотелось бы конечно выполнить эброкс 3кбек ну давайте посмотрим что у нас там в работе так ванпапа 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 это с аркой вими на 24 на утикал майлз поэтому он нам нарисовал ванпапа давайте посмотрим метар в аэропорту прибытия я уже посмотрел в аэропорту элисы и там кальм ветра в общем нету так что может быть как 6 так и 24 в работе потому что там взлет получается над морем как раз когда дышки на полной мощности здесь тоже кальм ветер поэтому я думаю будет в работе 25 то есть нам неправильно нарисовал skyvector зацвета потому что там есть айлэс и поэтому как правило если ветер кальм то все самолеты садятся на айлэс поэтому мы сейчас его немножечко подправим значит годокс ванэко здесь напишем skyvector годокс ванэко так вот он нам нарисовал годокс ванэко и здесь мы будем эброкс эброкс как я уже говорил для 25 25 это будет эброкс 3кбек так что это машутская вектор эброкс 3кбек санэко так вот он нам нарисовал эброкс 3кбек заходу в общем дальше по ходу дела я вам объясню заход так это вылет давайте поставим вылет ааааааааа в 19 в 19 минут 30 суу так скорость у нас будет таз мы полетим это нужно на четном эшелоне лететь мы полетим значит на эшелоне 080 080 а стоп altitude так можно сразу писать эшелон скорость 160 для более подробного расчета он просит у меня логин залогиниться ладно залогинились здесь скорее всего надо поставить 8000 8000 так он сам оставляет 8080 так и скорость 160 у нас потас и чем там нам с временем говорит так давайте сохраним этот полет тоже пускай будет сохранен дистанция expect time of enroute 1.20 говорит ну ладно 1.20 так 1.20 проверим кстати как он нам посчитался так ну в принципе можем заполнять план полета так для этого нам понадобится включиться к сети вау так так и отправить в лайт план а повезите начала включиться connection как у чарли тут все правильно так поехали и майк в индия браво 19.30 скорость у нас 160 тасс эшелон 080 это стираем и вставляем вот эти от седова 293 гадрокс этот эту карту вставляем в этот маршрут извиняюсь так лерс ли майкл ромео сьерра он нам расписал 0 1 20 и запасной у нас будет барселона а также жирона для майкл гольф эко так давайте посмотрим кто-нибудь нас смотрит нет если кто-нибудь смотрит добавим сейчас смотрят 0 поэтому я лечу 1 пока а там если люди ко мне присоединятся то значит войдут на ходу в полете так отправляем здесь гольф все правильно отправляем наш план полета пока вырубаем мы находимся онлайн предполетный осмотр так давайте поставим на паркинг брэк предполетный осмотр проходить не будем так проверим внешне самолет вроде повреждений никаких нету а значит мы можем лететь в принципе так переключимся на кабину он кстати да я удалил flight one software поэтому давайте поменяем некоторые команды а никто поменял в общем-то ipoint moveback все шифтом а ну-ка shift так выключен блок а просто тоже нет а так нет а так и так нет ладно options settings нет controls controls давайте посмотрим значит так так moveback movedown вот movedown не надо так shift оп стоп shift вот что он не хочет он ну давай так будет movedown moveup shift он захватил shift ok и по иммуф райт уф райт муф лэфт так мы прицелем только назад вперед амнон только вниз вверх лево вправа поехали проверяем сейчас заработала так для чего это сделал потому что когда у меня был flight one view я колесиком мышки управлял но колесиком мышки надо удобнее нашими кремальерками управлять так в бок работает но все в принципе у меня все устраивает можем план полета отправлен убираем штурвал чтобы он нам не мешал и начинаем процедуру запуска двери в принципе не надо запускать давайте давайте сначала позвоним не знаю так кстати контроль есть какой-то там еще не разбежался так какой-то контроль есть это хорошо значит у нас только барселона это скорее всего юг от барселона лимаико чарли браво частота 126 650 так давайте включим батареечку 126 650 126 650 переключимся на радио и запросим так он говорит что так леп не написал какая в работе ну ладно значит мы сейчас ему позвоним и скажем что мы ему такой такой-то борт находимся в аэропорту и биться запрашиваем айфар разрешение на полет до риоса кстати мне подключился кстати мне подключился teamspeak да вам будет Барселонаконтроль, добро пожаловать, мы не контролем Ибиза, мы только контролем Ибиза на уровне 2.4.0 Так, он пролетающий, только надо биться и контролирует на высоте выше 24000 футов Значит, мы переключаемся на Unicom Значит, полетим сегодня без контроля И, в принципе, можем заводиться Так, что нам для этого надо Давайте выключим радио наше Avionics, выключено, все выключено Значит, батарейка on, alternators on Врубаем насосы Включаем нашу смесь до полной Убеждаемся, что шаг винта на максимуме И начинаем проверять fuel flow На правом двигателе есть fuel flow, 1 см оставляем На левом двигателе 1 см оставляем Запустили топливомагистрали Сейчас будем заводить двигатели, поэтому включаем Anticollision lights Включаем магнитос Очень хорошо Вам помочь? Вам помочь? Ну, помочь ее Так Извиняюсь, тут у меня семейные обстоятельства Включаем магнитос Кстати, они почему-то были включены странно Обычно самолет подружается в Cold&Dark Ну ладно, магнитос включены Проверяем, чтобы никто перед винтами не стоял И начинаем заводиться Манифул прежер падает На левом двигателе Все отлично упал Обороты сразу проверяем Oil pressure В зеленой зоне растет То есть можем продолжать Не выключаем двигатели, продолжаем Стартуем правый двигатель Так Манифул прежер упал Обороты стабильные Oil pressure в зеленой зоне Есть Значит двигатели заведены Можно включать Navigation Включим Taxi light Тоже Потому что сейчас уже будем таксовать Так, включаем Avionics Master Switch On Включен Включаем наше радио Так, DMV включен Включаем этот Standby Здесь выставляем сразу 1000 В полетах и ВАУ Если вам не назначают Squawk, то надо выставлять 1000 И давайте посмотрим Будем взлетать за 24-й, как мы и договаривались Контроля нет, поэтому мы сами себе, как говорится, режиссеры Оп, весь контроль полностью ушел Ну ладно, значит у нас сегодня бесконтрольный полет Или может быть кто-нибудь придет все-таки пятница вечер Так, поехали Значит мы будем взлетать Взлет с полосы 24 После взлета перехватываем радиал 243 И после, до того как достигнем точки Сонта Которая находится на заделении 13 миль Входим в арочку И делаем арку на 15 наутикал майлс деми Индия браво альфа На частоте 117.80 Значит поехали Первая частота у нас уже есть 117.80 Выставляем Не забываем идентифицировать И здесь выставляем 243 Так, это 240 раз, два, три Ну где-то так, 243 Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Так Он Еще раз прослушаем т т т т т т т он точно убедились вырубаем так на нашем адфе давайте поставим давайте поставим частоту она здесь не указана можно посмотреть здесь так и биса леон 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 и биса так давайте здесь глянем будем садиться тоже если что отказ двигателя еще что-нибудь будем садиться на 24 полосу так мдб здесь указан извиняюсь 394 давайте сразу выставим наш мдб 394 чё не оживает ндб 394 нет наживает странно ну ладно в принципе он нам не понадобится пока значится можем рулить такси у нас так силается включены а можем рулить до коня метар давление рулить значит метар в бисе по-моему у нас был 1017 метар в бисе давление 1017 без изменений пока так 1017 давайте сразу переведем миллибар винча в меркури так 1017 1017 3003 и сразу проверим наш элевэйшн какой там у нас элевэйшн 24 3003 ну где то так если в пределах 70 футов плюс минус то значит можно вылетать значит пускаем паркинг брейкс добавляем понемножко газку поехали проверяем сразу тормоза тормоза работают можем начинать движение пока двигаемся давайте проверим работу кроссфит и также проверим работу всех приборов основных хэдинг индикатор работает так тоже turn and slip индикатор тоже нужно убедиться что он работает так указывает именно в ту сторону которую самолет поворачивает и шарик в противоположном направлении да так он должен работать да мы использовали гейт альфа выкатились на рулежную дорожку чарли если мне не память не изменяет да чарли вон указатель стоит и поедем самый конец будем взлетать самого начала полосы 24 аэропорта и биса так мы тоже может пока широкая рулежка позволяет проверить turn and slip индикатор все отлично работает так как и надо и пока мы едем прямо можем проверить у нас показывает 65 на компасе здесь тоже 065 на нашем хэдинг индикатором то есть соответствует здесь все нормально тоже можем проверить пока работу двигателя cool flaps open должны убедиться так подача топлива идет fuel flow идет значит crossfit принципе мы можем выключать убедились что он работает переключаемся на нормальное потребление левый двигатель питается с с левого бака правый двигатель с правого ну и катимся так будет по центру на погоду как видите стоят у нас отлично в испании над всей испании безоблачное небо кстати что у нас температурой 12 градусов цельсия то есть на эшелоне можно ожидать ну хотя сейчас погода стабильная поэтому может быть даже не будет действовать это правило на эшелоне можно ожидать 8 на 2 16 12 минус 16 минус 4 градуса то есть это по стандартному по стандартному расчету это именно так так куда это я заехал так не заезжая за эту линию останавливаемся паркинг брейк сет и начинаем проверку двигателей так устанавливаем 1800 оборотов аппо 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 куда полезли 1800 что-то шагом винта скидываем на 300 оборотов смотрим поднимается как раз рычаг управление двигателями трону поэтому может не подняться до 1800 так еще раз проверяем так гувернер работает теперь скидываем до 1500 оборотов проверяем фаза флюгирование винтов проверяем опускаем до 1000 оборотов есть так восстанавливается еще разок так ну take of брифинг мы уже с вами прочитали радиал 243 выставлен радио проверено после взлета значит берем 10 43 радиала дальше арочку диме на 15 наутикал майлс выполняем но по ходу там разберемся как дальше быть в наборе это after take of брифинг что мы будем делать take of брифинг заключается в том что разгоняемся до 76 наутикал майлс и на этой скорости нас происходит ротейт если во время разгона у нас откажут один из двигателей или у нас достаточно полосы впереди значит тягу вайдл и покидаем взлетно-посадочную полосу если мы уже взлетели но все равно у нас достаточно полосы чтобы сесть садимся тягу вайдл и покидаем взлетно-посадочную полосу если мы взлетели у нас нет ну и скорость конечно боль более 67 узлов то есть мы можем управлять судном и мы продолжаем полет на одном двигателе пытаемся удержать blue line это на этой скорости у нас лучший угол подъема выставляем на ответчики 7700 докладываем мэйдэй что у нас отказан двигатель и дальше с разворотами в ту в сторону работающего двигателя с максимальным отклонением 5 градусов разворачиваемся в сторону работающего двигателя и возвращаемся на это в общем такой у нас будет take of брифинг то есть мы подготовились к штангам ситуациям будем считать что у нас клиренс получен на взлет поэтому давайте напишем просто в чате что line up runway 2 power и отправим до этого что нам тут писали на 330 поэтому еще далеко где бы он не был для этого вырубаем проверяем что у нас убеждаем что у нас включены насосы включаем лендинг лайтс и включаем вальт переводим наш ответчик транспондер добавляем газу и в принципе покатились а ну да я забыл сделать перекрестная перекрестную проверку магнитос мы можем сейчас на взлетки быстренько сделать все делаю по памяти не без этих без чересов кстати да я посмотрел все-таки нашел flight manual от этого flight operational manual от этого крафта и со скоростями выпуска закрылок там все не так уж и плохо белая арочка это максимум flaps speed а мы можем начинать выпускать закрылки со скоростью 139 и 120 во втором положении и в третьем уже когда максимум speed это 107 поэтому в принципе это сбрасывать скорость тоже можно и шасси можем максимум retracted speed это 107 максимум extracted speed это 129 тоже то есть порядка с 30 узлов поэтому вообще без проблем нормально можно летать на этом самолете очень комфортабельно давайте подымем мы на parking brake давайте подымем до 1800 оборотов ну вот у нас сейчас 1800 сделаем перекрестная перекрестная проверка магнитос так упали на 50 оборотов и тут упала на 50 оборотов включаем и теперь перекрестная другом тоже упала включаем и они должны по чуть-чуть вырасти так у нас инструменты все олен грин и давайте еще проверим убедимся до выставлен чуть-чуть нос вверх так ну в принципе все проверено обороты выросли 1800 убираем parking brakes плавно добавляем не до конца а не full pressure потом не забываем что у нас turbo charger мы не можем делать его в арбуз на этом самолете 38 39 дюймов вот сейчас как раз между 38 39 дюймами остановилась мотор all-in green ну там было 76 rotate так эту штуку можно закрыть positive freight можем убирать шасси gear up сразу не забываем убирать обороты до 35 манифолту обороты мощность и убираем обороты до 2500 все в этом режиме это максимум continuous trust в этом режиме самолет может лететь долго без не повредить двигатели ничего страшного не случится и выключаем по одной наши электрические бензонасосы так же работают от моторов механические проверяем fuel flow не упал выключаем трой насос и проверяем фил слов не упал у нас уже 1000 футов опа пропустил я радиальчик возвращаемся на него аккуратно с подъемом в наборе вот так вот мы близко поэтому вот таким вот курсом мы его перехватим нормально он не ушел от нас он остался во внутренней части двух точек все продолжаем набор в этом аэропорту как во всей испании кроме мадриды по моему еще какого-то города не помощь из какого высота перехода 6000 футов эшелон перехода задает диспетчер но обычно стандартных условиях это 7000 футов или flight level 070 в зависимости от давления в этом если низкая сильно то может могут дать побольше так ну вот мы в наборе удаление идет две мили выше почти так можно немножко расслабиться на этом самолюки не надо до 10000 ждать и landing lights можно их сразу уже выключить и в ручном режиме потихонечку до 13 мили идем потом начинаем разворот разворот у нас будет арку будем крутить на 15 наутикал майлз от ворди ими и биса так 3000 почти мы на радиале давайте посмотрим дальше наш выход так это риос этот прилет вот а вот они выходы значит извиняюсь крутим до радиала 003 дальше перехватываем и до 30 мили 30 03 это будет точка годокс после него мы возьмем воздушную трассу 4000 удаление 5 наутикал майлз полет нормальный можем проверить fuel full engine solid green directional directional не можем подъеме проверять радиус сет вор и биса и а это альтиметрия то есть альтиметр альтиметр сет 3003 5000 на 6000 или подлете переключен на стандартное 12992 или 1013 мили бар извиняюсь так да как обычно заходим на точке годокс в ручном режиме а дальше уже начинаем лететь на автопилоте да кстати я опять как как всегда не не засек время ну давайте сейчас засечем условно летим минуты 3 уже значит 37 условно говоря вылез был в 37 6000 меняем на 29 92 поменяно проходим высоту перехода удаление 9 миль значит чтобы вы понимали не знаю видели вы видео с арочкой выход из ибисса уже был у меня но правда с полосы 0.6 9.4 наутикал майлз высота сейчас я покажу значит смысл в чем арочки мы будем делать развороты первый разворот у нас будет под 90 градусов ну хотя на 13 миль ах наутикал майлз будем делать поэтому лучше не 90 а где нибудь вот так вот повернем вот поставили себе подсказочку и тоже поставим на перекрестный радиал вот в этом случае вот так вот на перекрестный радиал выставим наш планочку вора 11 наутикал майлз через 2 мили начнем поворачивать и то есть мы будем все время выставлять через каждые 10-15 раусов 20 а то и 20 будем выставлять наш радиал перпендикулярно нашему полету и будем пересекать и будем смотреть удаляемся мы от вора или приближаемся если удаляемся значит будем правее крутить если удаляемся то будем левее крутить то есть 13 остается одна наутикал майлз до до нашего до начала выполнения арки 13 наутикал майлз так можем уже начать выполнять арку и сразу так без потери набора хотя мы уже практически об так давайте сразу поставим под 90 градусов когда он там так не туда я начал крутить ошибся надо вот так вот выставлять вот мы же радиалы смотрим пока смотрел на стрелку так 14 наутикал майлз поднялся на 200 футов давайте опустимся поставим режим на 30 и на 22 2 2200 выставим наши обороты так 14 и 3 удаляемся нормально так давайте начнем поворачивать на этот радиал так педальку добавлю немножко что вдруг координаты тур 14 и 8 чуть носик вверх чтоб подняться так вот так вот 14 и 8 ну мы в пределах арки в принципе делаем все красиво пока смотрим сейчас будем следить удаляемся мы от от радиала или не или привлечь 14 и 7 приближаемся значит немножко откроем да не забываем следить за высотой 14 и 8 нормально так выставляем следующий радиальчик давайте еще на 5 градусов добавим 14 и 8 пока удаляемся давайте 14 и 9 нормально в пределах арки давайте пока по топливу с топливом решим на такой высоте можно думаю до 60 спокойно снизить будем просто температуру в лошках поглядывать есть есть так 15-0 можем довернуть давайте педальки добавим правой доворачиваем под 90 градусов к нашему радиальчику выставленному и продолжаем полет 15-1 нормально то есть мы немножко даже уже начинаем удаляться давайте еще поднимем планочку сюда и немножечко довернем на нее чтобы не удаляться от нашего радиала опа это перебор так мы будем даже уже приближаться очень здорово так не забываем что у нас радиал выхода 0.03 то есть когда мы его выставим уже то как мы когда мы его перехватим мы сразу сделаем вираж налево то есть чтобы оставаться на этом радиале до 30.03 наутикал майлз деми ибиса так давайте мы сколько у нас там fuel flow сейчас fuel flow 9.2 да многовато ну потом снизим наверное где-то порядка 27 что у нас с температурой 14.8 немножко приблизились поэтому сейчас когда пересечем давайте чуть-чуть дадим левее когда пересечем этот радиал еще немалость пролетим в этом направлении чуть-чуть налево по правочку 14.7 но мы в пределах арочки остаемся все нормально так перекручиваем еще разочек наш радиальчик на 5 градусов да вся шкала от крайней точки до крайней 10 градусов то есть это два с половиной это 5 градусов то есть вот мы идем так по 5 градусов прибавляем и получается таким макаром режем вот сейчас дойдем до 15.1 допустим 15.2 или до 15 даже и посмотрим как будет и повернем в сторону радиальчик а он опять на 0.1 0.2 наутикал майлс уменьшится так скорость у нас 148 кстати да можно как еще вычислять скорость ground speed потерями косинусов легко засекаем время так у нас было мы вылетели 37 минут надо запомнить я даже если я запишу чтобы потом посмотреть сколько у нас времени всего занял перелет 37 минут две черточки так начинаем 15.1 поворачиваем в сторону нашего радиальчика не спеша удерживаясь на высоте так 90 градусов все полетим вот так вот теперь сейчас немножко должно уменьшиться так вот ну это конечно надо лететь по прямой то есть засекается на каком мы радиале находимся смотрится например на сейчас на 120 засекается минута времени потом крутится и смотрится на каком радиале мы оказались смотрится тоже дистанции таким образом мы знаем угол который мы пролетели и две стороны дистанция и потерями косинусов легко вычисляем дистанцию которую мы проделали а вычислив дистанцию делим так как мы делим минуту делим на одну шестидесятую и получаем наш граунд спид вот и все в принципе ларчик просто открывается то есть когда вы крутитесь возле радиала то есть не обязательно высчитывать да кстати есть инструменты всякие у пилотов помимо инструментов в кабине как CR3 называется такой инструмент есть еще другие называется flight computer они называются и можно в принципе по ним крутить там все поправки на температуру есть и высчитывать все необходимое так как у нас в этом именно самолете к Ренаду не реализован расчет на вот этот вот расчет на ТАСС сейчас летим так вот 15 наутикал майлс оп так что поднялись почти на 100 футов нет не надо так подниматься высоко надо оставаться все время на эшелоне в заданных границах так пересекли еще раз двигаем двигаем на 5 градусов и когда покажет там 15 и 1 сделаем опять правый вираж и поставим наш радиал перпендикулярно нам таким образом мы режем под прямым углом радиальчики которые выходят из VOR и BIS и пролетаем их все на 15 наутикал майлс на дистанции давайте сделаем немножко вниз со снижением в 200 футов в минуту так ну это уже большое снижение не надо так так поставили примерно примерно нет если мы не поставим перпендикулярно так и будем удаляться уже больше 15 надо поставить перпендикулярно вот осталось 2.5 радиала до нашего почти 2.5 вот 2.5 градуса 2.5 радиала так каждый градус 360 радиалов всего вот сейчас 2.5 радиала до нашего радиальчика и продолжаем так без набора летим ну что ж такое так так engines all in green directional checked radius checked altimeter check все у нас хорошо пересекаем пересекаем радиал на 15.01 продолжаем лететь этим же направлением и давайте опять подвинем на 5 радиальчиков вперед так в принципе можно уже сейчас убрать немножко наш режим приберем где-то до 28 вот так вот шаг обороты оставим прежними так 15.01 под 90 градусов к нашему выставленному радиальчику и следующий уже будет выставим наш 003 по которому мы будем покидать по которому по этому радиалу 003 мы долетим до нашей точки Godox так я убрал режим самолет начинает немножко провалиться его надо компенсировать для новой скорости сейчас упала на 10 узлов скорость почти так 14.09 даже чуть приблизились давайте чуть-чуть откроем но повторяю эти все дистанции 14.09 это даже остается в пределах арна в точности стандартов то есть все хорошо ну и давайте выставим уже наш радиал 003 сразу вот он я его выставил давайте возьмем на него курс чтобы уже арочку сделать до конца красиво и когда он дойдет до 2.5 градусов дистанция 15 я думаю или даже немножко раньше я думаю можно уже будет на него начать левый вираж так кто-нибудь смотрит так один человек смотрит да кстати пассажир не стесняйся задавай вопросы в чате я иногда буду поглядывать так ну вот сдвинулся наш радиал мы даже очень близко подлетели почти полна утикал майл ну как очень близко в пределах нормы но лучше сделать лучше как хуже оно само получается так возможно здесь ветерок просто мы вроде как с открытым радиальчиком идем так ладно начинаем даем левую педальку и начинаем плавно левый разворот стараемся все делать без подъема красиво без набора без спуска без снижения извиняюсь у меня когда я сконцентрирован забываются все языки так продолжаем наш вираж и в принципе мы его отлично перехватили этот радиал так можно выходить правая педалька опа так ну и теперь нам остается в принципе лететь 30 наутикал майл до еще 15 наутикал майлс до точки Годокс в принципе мы выход уже совершили на руках дальше особых виражей не будет только выход на трассу которая основана на VOR Romeo Ecosierra это точка назначения нашего конечный пункт нашего полета аэропорт поэтому в принципе можно врубить автопилот так автопайлот он и давайте сразу поставим его в режим альт удерживание высоты и в режим нав он сейчас пойдет дальше довернет немножко на наш радиальчик выбранный извиняюсь 1.03 0.03 а мы нам лишь остается наблюдать за дистанцией DME еще раз повторю она 33 наутикал майлс по-моему была так где тут так вот да VOR Ebisa 0.03 33 наутикал майлс и давайте посмотрим в Skyvector эту нашу трассу значит она здесь основана на NDB Ebisa кстати он заработал или нет да NDB Ebisa заработал то есть нам надо будет довернуть по хвостику этой стрелке но мы не будем делать по хвостику этой стрелке потому что NDB не очень точный инструмент мы сделаем по VOR Reus VOR Reus это 114.2 если мне память не изменяет да 114.2 можно сказать мой родной аэродром я здесь проходил экзамен сделал два захода в Вор на 0.7 и IFR на 25 в EMC условиях погодных то есть у меня был такой довольно сложный экзамен но слава богу успешно его сдал так ладно да летал я на похожем самолете если кто не видел предыдущее видео PA-23 либо в ИКАО обозначение имеет PA-27 Piper Aztek самолет похожий но немножко попроще в управлении в плане но он не турбированный был это был Aztek E или E не турбированный поэтому в этом плане с ним справляться было намного легче так пассажир мой единственный нет не хочет добавлять комментарии ну ладно я не против наверно все понятно так поехали Skyvector радиал у нас 174 давайте сразу сделаем так 114.2 как я уже говорил выставляем здесь и выставляем 174 радиал а курс это будет обратный потому что мы летим на сближение значит 174 у нас должно стоять внизу значит это 170 это 175 нет это уже 176 вот это будет 174 выставлен и ну давайте конечно его проидентифицируем и эту же частоту забьем 114 114.2 поставим ее здесь т 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 проверяем правильно установили правильно мы на том маяке можем отключать чтобы он нас не парил и продолжаем наш полет кстати у нас показывает ground speed 146 узлов ну тогда можем даже добавить режим давайте до 29 дюймов добавим а что у нас там fuel flow fuel flow 8 4 полет был короткий поэтому даже fuel flow добились 7 невероятно на этом самолете температура у нас в принципе так пока ведет автопилот можем кстати поиграться выставляется тоже по этим приборам это температура выхлопа то есть доходится до максимальной температуры выхлопа и потом чуть чуть вперед дается то есть буквально там на сантиметрах рычаг можем поиграться потягать рычаги пока нас пилот нас держит главное двигатели не заглушить вот температура видите ли на левом двигателе пошла вверх а вот она пошла вниз значит максимальная значит оставляем на сантиметр вверх передвигаем значит это тоже можно поднять таким образом мы еще уменьшим fuel flow надо тоже смотреть за температурой в цилиндрах кстати да мы на эшелоне можем закрыть cold flaps что у нас там с температурой температура мы высчитывали должна была быть минус там 12 8 на 2 16 минус 4 но здесь 0 ну то есть это подтверждает подтверждает что воздух стабилен то есть если градиент температуры минус 2 градуса или больше точнее больше минус 2 градусов градиент температуры на каждую тысячу футов то тогда у нас unstable нестабильный воздух всякие турбулентные движения турбулентные процессы происходят и формируются как раз вот эти кучевые облака а если у нас меньше минус 2 градиент на каждую тысячу футов то есть там минус 1 либо вообще бывает положительный градиент то воздух стабильный это стабильное время стабильная погода и как мы можем наблюдать да нас тут не колбасит не крутит не вертит ветерок был слабенький был кальм то есть соответствует все показаниям приборов и давайте проверим сейчас directional уставлен на курс 0 около 4 0.04 ну до 0.04 то есть ветерок немножечко какой то есть небольшой совсем слева так так мы пока разговаривали зазевались и на 33 notical mile не вышли на трассу поэтому выходим сейчас для этого нажимаем хеддинг хотя по этому по вору мы еще до нее в принципе и не долетели здесь здесь выставляем 174 радиал 174 так куда я кручу 174 в принципе он практически а вот по этой вот у меня напрягает у нас же правильно нет здесь что-то кто-то я уже перекрутил и значит хеддинг крутим в эту сторону да мы перелетели нашу трассу но ненамного ну как ненамного на расстоянии находимся 102 notical miles от него ну да прилично прилетели сейчас посмотрим как он будет входить с одним временем то есть уже могли бы от диспетчера получить звонок куда вы летите так какое там удаление 35 на 5 notical miles ну в принципе в basic navigation мы остаемся в пределах давайте еще чуть левее возьмем и продолжаем лететь так давайте включим уже у нас солнце садится хотя на самом деле она уже села подсветка вечерняя такая отвратительная потом когда ночная появится она будет намного лучше в этой модели реализовано так ну наш радиальчик уже постепенно входит туда куда надо и то есть когда он уже дойдет уже до своего до своей кондиции мы включим опять навигацию так что у нас там с fuel flow интересно 87 то есть мы уменьшили смесь но из-за того что подняли 29 дюймов нашу тягу в принципе такой же расход но зато мы летим быстрее так я включаю навпускаем уже начинает он даже влево еще решил покрутить ну да расстояние большое так а что я делаю ой ребята я вас вообще не туда завел мы ж не переключились мы ж не переключились нам надо лететь вообще в другую сторону и для этого я включаю хеддинг да мы практически на трассе и были ай некрасивые кракозябры после нас останутся воевавом в сети давайте посмотрим кстати так ну вот они мы тут кренделя выписываем вот арочка кстати мы просто отлично сделали вот за нами идет борт который в Барселону уйдет это что самолет это 320 то есть он идет по вбитому FMC а мы идем вручную и в принципе наши арочки практически полностью совпадает я даже думаю что у нас немножко покрасивее особенно вот этот выход по радиалу 003 получился ну а тут конечно мы начали петлять пролетели пару миль ну конечно сейчас выйдем на трассу и все будет нормально так давайте я еще возьму хейдинг сюда немножко так и загляну в чат никто ничего не пишет но один человек смотрит так вот 909 так еще наверное хейдинг добавлю сюда странно опять значит этот не врал это у меня произошел сбой по фазе но бывает главное что мы в симуляторе и ничего такого страшного не случится не случается от ошибок в симуляторе ну вот так примерно выглядит наш самолет снаружи снаружи красивый кстати а я летал вот на таком сейчас покажу вот вот свернем 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 тоже можно свернуть это можно закрыть вот я выгрузил с этого пару фотографий с фейбука это как раз я летаю на нем вот такой вот красавчик это как раз я экзамен сдавал на получение на допуск на двухмоторные самолеты мультиэнжин и еще одна фотография есть жена меня сфотографировала вот я как раз захожу посадку делала тоже на экзамене был с одним не работающим двигателем одна посадка без права другая без левого ну как вы его ставили просто вайдал не выключали конечно да это аэродром сабадель я там учился так ладно возвращаемся в наш полет и пока мы летим и в принципе так до трассы еще далеко ну как далеко не так чтобы очень далеко да я просто удивился радиальчик как быстро начал в это ползать туда главное давайте еще поправочку небольшую возьмем ну в принципе можно сказать что мы в пределах трассы находимся так хотя на таком расстоянии с правила в общем надо как можно быстрее перехватить нашу трассу и занять ее наш радиал от 176 а курс соответственно на 356 и долететь до нашего значит так у нас 86 наутикал майлс скорость граунд спид 152 то есть мы можем сразу вычислить примерное время нашего полета на полета на полета GPS если по 4 показывать 157 85 разделить на 157 равно умножить на 60 получается 32 минуты через 32 минуты мы должны долететь к нашей точке полета к нашему на наш аэродром значит как будем выполнять заход тут интересный будет заход и мы будем выполнять следующий так сейчас посмотрим какие там есть старые вообще так ну значит ибису можем уже вырубать это Реус это Реус это Реус на 25 и значит как выглядит заход я планирую сделать заход Эброкс 3кбек а Эброкс 3кбек значит он выполняется по следующей схеме доходится до этого вора потом уходится на вор Виллафранка по 56 радиалу и отсюда уже на но мы можем сделать по-другому мы можем сделать у них есть дело в том что approach чарт прямо с Реуса и как правило диспетчеры идут навстречу чтобы сэкономить топливо и время полета поэтому мы долетим до вор Реус и войдем вот в этот вот холдинг который здесь нарисован как мы будем в него входить значит всего существует три входа в холдинг это прямой вход параллельный и слеза или тирадроп или тирадроп или его еще называют offset в данном конкретном случае у нас будет будут параллельный вход то есть мы пролетаем над маяком War Реус засекаем 15 секунд с этим же хейдингом летим 15 секунд потом разворачиваемся на курс аутбаунд по хейдингу аутбаунд хейдинг летим еще 45 секунд то есть в целом у нас будет минута полета затем выполняем левый разворот и стараемся перехватить радиоэл инбаунд который в данном конкретном случае будет у нас 249 когда мы его перехватили начинаем делать холдинги но как правило да кстати спускаемся до 5000 на 5000 будем выполнять на минимально допустимой высоте но как правило мы в холдинг делать не будем а сразу сделаем ипподром здесь это заход похожий на холдинг только немножко вытянутый и сейчас мы его посмотрим в ProCharts он есть здесь Реус и ProCharts Реус Реус где ты мой Реус Реус вот он будем заходить на 25 я уже говорил давайте еще раз метар обновим это Реус но я думаю что без изменений хотя вот 360 это три узла все равно на 25 10 16 давление без изменений значит где я его открыл или я его вообще не открыл значит ALS SULU по-моему я делал вот это вот ALS SULU да значит вот тут он нарисован этот ипподром это когда Initial и ProCharts у нас будет Реус мы сразу так и попросим диспетчера если он там будет если его там не будет то просто сделаем так как я рассказал выше раньше значит летим до 9 Naughtical Miles от DME Рома и Йоко Сьера начинаем левый вираж и перехватываем локалайзер с курсом посадочным 249 так минимум сектор с Altitude в общем мы будем все это выполнять в этом секторе до 4700 до 252 то есть вот тут где-то и от 252 до 0.30 курса 0.30 это 210 радиал а мы идем 176 у нас вот это 3500 на нас будет влиять то есть в случае отказа двигателя если мы находимся в этом секторе не можем спускаться ниже 4700 а если в этом секторе ниже 3500 вот Circle to Land только в от 0.20 от 258 курса до 0.60 курса в этой зоне ну и вот наш профиль снижения вот мы находимся Initial Approach Fix Romeo Cossero вот тут наш холдинг нарисован но мы сразу когда возьмем Outbound курс мы можем начать снижение до высоты 2600 футов 2600 футов не ниже перехватываем Localizer India Romeo Sierra 1.1.0.10 и начинаем заход по системе ALS значит мы самолет тип класс А это у нас 90 узлов над торцом полосы скорость примерно поэтому у нас минимумы вот эти вот то есть по альтиметру 420 по радиовысотомеру 187 футов то есть мы будем ориентироваться на высоту на отметку 420 и у нас скорость будет на глиссаде здесь у нас есть подсказочка хорошо по Ground Speed можем строить Ground Speed у нас будет 90 то есть примерно 450 футов в минуту будет скорость ну вот в принципе вот мы сделали Approach Briefing Approach Briefing complete только надо подготовить частоты все прочитали да Elevation of Field это 200 стажерских feet ILS Sulu 25 да Эмиссеты Прочь будет выполнен на радиале 234 Реуса Ромео Кассиера поднимаем удаление 7 Naughtical Miles после этого мы делаем разворот 177 хейдинг поднимаемся до 4000 и если мы уже поднялись до 4000 раньше с хейдинга 177 мы можем в принципе крутить на WordME и дальше слушать указания диспетчера вот написано на испанском берем хейдинг 177 и после этого хейдинга если мы поднялись на 4000 футов можно левым виражом прямо на Warreos дальше и входить в холдинг и дальше уже ожидать команды диспетчера так давайте зайдем посмотрим что у нас тут происходит ой какая то у нас там некрасивая линия нарисовалась какой то глюк ну ладно да кстати размытый горизонт так я не настроил не знаю почему не знаю что на это влияет раньше работал но перестал работать не очень красиво ну да ладно так 9.20 сейчас уже 19 минут то есть мы летим уже почти 40 минут да я опять за вармыш по хейдингу летим я опять прозевал ай да я врублю уже нав и пускай он там сам крутит меня как ему надо а 64 наутикал майлс да кстати можем смотреть посмотреть сейчас по по скай вектору какие точки на каком удалении вот эбракс находится на 27 наутикал майлс марта 27 плюс 21 48 наутикал майлс то есть мы сейчас инбаунд марта 48 наутикал майлс 63 инбаунд марта ну ЭПАМу мы уже пролетели давно это интерсекшн то есть мы сейчас инбаунд марта и 48 63 это получается 28 минус 23 минус 8 получается 15 наутикал майлс инбаунд это если вдруг диспетчер да спросит ваша позиция что-нибудь такое сказать более-менее точно и это в принципе является точным что мы инбаунд марта radial 17 фавор или корс можем сказать distance 15 наутикал майлс flight level 080 так а чё контроль сегодня придет или нет тоже хотелось бы знать да да вот видите как я отклонился на радиал который был не тот потом опять перехватываю сейчас опять начинаю перехватывать короче мы довольно у нас такие мощные отклонения пошли не очень конечно хорошо и красиво так а чё он нас выравнивает или нет у нас же она включена что как-то медленно что с ветром у нас там ветер 50 да нет никакого ветра но всё равно как-то медленно он вот так и будет нудить так хэдинг давайте пока делать нечего можем сами его покрутить потому что ну это же не дело так будем до послезавтра выходить на трассу так что еще хотел глянуть ну контроль не появился жаль в пятнице ну в Валенсии есть в Барселоне есть кстати Барселона и прочь у нас это 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 наш контроль поэтому когда будем это входить в принципе он ведет аж до Тауэра 118 150 видите и прочь если мы сейчас классим на Барселону и прочь здесь нет 5250 так а не здесь частота Тауэра и прочь совпадает в этом но в реальной жизни аж до и нишел и прочь фикс ведет и прочь Барселона это 100% на себе проверено аж до и нишел и прочь фикс ведет Барселона поэтому мы можем в принципе на барселонский контроль выбирать и сказать что мы когда будем подлетать к точке входа Эброкс мы скажем что мы reaching Эброкс destination Реус и скажем дистанцию и эшелон и посмотрим может он нас даже и заведет на Реус тогда было бы поинтересней давайте посмотрим какая у него там частота и сколько он времени он только 8 минут только появился 125 250 125 250 125 250 а мы будем над Эброксом когда на расстоянии 27 на то есть еще далековато а вот кстати марта это уже точка входа в Барселону марта есть такой стар на Барселону марта поэтому даже к марте можем подлетать это 27 плюс 21 48 48 у нас тут уже да уже мы можем это переключаться давайте переключимся о появилась подсветка ночная хорошо красиво стала 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 5 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 7 8 9 10 9 10 10 10 11 10 11 12 12 13 14 13 14 14 15 15 А у меня вообще нет коннекшена, это вообще какой-то глюк. Ну вот он в автомате connected, TeamSpeak. И я даже не знаю, что тут, ну и пишет bad password, ну и вон. Давайте EU3, transmit, receive. И сделаем так. Welcome disconnected. А что disconnected-то? Quick connect. Почему EU3 не передает данные о коннекте? Ну ладно, все равно мы влетели... Так, там было 48. Так, давайте пока подровняем наш хэринг. Ну давайте напишем его... А... ... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Он ушел, обиделся и расстроился DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 нашу трассу и полетим с преспокойной совестью сейчас нам врубим начинку это крутить ада вот его будет проглюкивает сейчас назад крутанет а вот назад он не совсем хочет крутить а и мы уже опять сошли с трассы ладно не будем баловаться нашим на вам так у нас тут что у нас все в зеленой зоне просто великолепно фил флоу так где наш фил флоу то и господи вот он 86 галлонов температура не растет и температура в котлах 297 все в зеленой зоне дирекшнл летим на север на север все совпадает радио 114 20 стоит 114 20 стоит в принципе все окей и до вора риос нам остается 30 минут давайте еще на дюйм поднимем 9,3 галлона ну да вот кстати NDB ловит и как раз назад показывает сто процентов значит мы находимся на трассе еще раз вот это 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 я помню по подсказке из флота мачидерская 05 0 была вот силу ветра не помню поэтому нас немножко сдуло с радиала Так У вас смотрят, у вас смотрят Двое привет парни, задавайте вопросы, если хотите И даже трое, не может быть I can believe Так, поехали, возвращаемся, значит, в полет Нам осталось 27 наутикал майлс Уже 26,9 То есть, скоро прилетим Это буквально всего ничего И мы летим уже почти час В 37 минут будет час, как мы летим 26 наутикал майлс Можем разделить Пока На наш граунд спид 26 разделить на наш граунд спид Который является 164 Равно И умножить на 60 Не забываем И получается, что через 9 Через 10 секунд Не, через 10 с половиной, извиняюсь Мы будем Надвором Риос И сделаем параллельный заход в холдинг Для тех, кого не было, еще раз покажу, что это означает И можем, кстати, найти в интернете Холдинг и антринг Так Для этого надо открыть Скай, нет, не скай вектор Нет, эту закрываем уже Вот эту вот карту Значит, мы Войдем вот по этому радиалу 174-му Курс 3.5.4 Пролетим 15 секунд С этим же курсом Потом сделаем правый разворот На курс Курс Аутбаунд Здесь Аутбаунд 0.69 То есть мы возьмем 0.69 45 секунд Пролетим по В этом направлении По курсу Аутбаунд И потом сделаем вираж налево И попытаемся переходить Конечно, мы его проскочим Радиал Инбаунд VOR Ромео Косерра Инбаунд в этом случае будет 249 Захватываем Проходим над ним Делаем в этот раз уже левый вираж Это будет у нас правый вираж Извиняюсь Здесь делаем левый вираж И после этого В холдинг мы не входим А сразу начинаем заход на посадку По следующей схеме Схема Это можно выключить Схема у нас будет следующая С Аутбаунд Корс Удаляемся До 9 9 Наутикл Майлз Затем делаем левый вираж Перехватываем Локалайзер На курсе 249 Частота 1.1.0.10 И делаем заход на посадку В аэропорту Риос Вот так Все просто Значит, давайте Глянем Чего там Не перескочили Еще нет Еще как раз Мы на него Вышли Значит Выставляем сюда Чуть-чуть С поправочкой Потому что По-моему Ветер есть И я пока Покажу вам Как выйдет Три разных Так Их полно Тут Значит Давайте Похожий На наш Откроем Вот А, ну да Ну а вот здесь Разделено Значит Вот это вот Директ Энтри Сектор Вот это вот Называется Тир Дроп Слеза Сектор Входа И вот этот Вот сектор Называется Параллел Энтри Так, но у нас Тут зеркально Отображенное Просто у нас Холдинг Внизу Поэтому Здесь Конечно Зеркальное Тоже Что-нибудь Более Более Менее Похоже Нет Это тоже Вверху Ну Неважно Смысл В том Что Вот Видите По-разному Разрисовывают Да Допустим Вот Такой Вот Если Мы летим Если бы у нас Был такой Холдинг И мы летели Вот этим Курсом Мы могли Выбирать Тут Кстати Плюс Минус Пять Градусов У нас Есть Мы можем Выбрать Как нам Удобнее Мы Или Прямой Вход То есть Если бы мы летели Например Я говорю Поправка Тут Плюс Минус Пять Градусов По 70 А здесь 140 Нет Нет 180 Продон Сектор Этот Этот 70 Получается Этот 180 Но А это Что Осталось Как говорится Получается Там 180 70 200 250 Значит 110 Ого 110 Раусов Значит Если Мы Приближаем Станции В этом Секторе То Мы Делаем Слезу Если Мы Приближаемся К станции В этом Секторе То У нас Будут Со всех Направлений Называется Прямой Вход Сразу Начинаем Грудить Вход Но Мы Приближаемся С этого Сектора Значит Нам Нужно Сделать Параллельный Заход То есть Пролететь Сюда 15 Секунд Зайти Развернуться И Вернуться На наш Радиал Это Называется Параллельный Заглод Вот Этим Мы И Займемся Три Сего Входа В Сектор Кстати Да Обычно Рисуют Вот Этот Рисунок А не Другой Потому Что Стандартные Холдинги Это В правую Сторону А Нестандартные Влево Вот Кстати У нас В Реус Это Он Крутится В левую Сторону Поэтому Он Не Стандартный Холдинг Да Виражами В левую Сторону Крутится Так Давайте Не Прозеваем Мы Уже На Расстоянии 12 На Так В флапсе Я говорил Что Мы Можем Ответь На Скорости 130 Узлов Почти 129 Первый Флапс Оставить Так Что Общей Проблем Нет И Шасси Кстати Тоже Начинаем Потихонечку Опускаться Подлетаем К нашему Пункту Назначения Так Давайте Поставим Сразу Частоту Она Была 110 10 Нашего ILS Да 110 10 110 10 Да Две Точки Точка Тире Точка Три Три Точки В принципе Легко Запомнить Так Так Как мы Начали Снижение То Можем Чтобы Потом Сразу Не Забыть Сразу Наш Миксер Смесь На Полную Поставить Откроем Call Flap Да Мы прошли Точку Эброкса Соответственно У нас уже Начинается Заход На посадку На посадку Мы уже Приближаемся К Нижел Включим Так Включим Бензонасосы И в принципе Можем Включить Уже Ленин Лайт То Чтоб Голова Уже Не Болела За Все Эти Мелкие Процедуры Мы Все Это Сразу Сделаем Наперед Сейчас Еще Хейдинг Сюда Чуть Докруче Чтоб Красиво Более Хотя У нас 7 Nautical Miles Уже Можно Не Особо Крутить На Одно Двух Уже Точно Крутить Не Стоит Лететь С Курсом Уже Выбранным Потому Что Если Начинается Крутить На Одно Двух Нautical Miles Это Уже Будет Зигзаг Наворачивать И Ничего Не Будет Хотя В зависимости От Высоты Например На 6000 Вутах У вас Один Nautical Miles Даже Не Покажет Потому Что Вы Будете В Конус Тишины Так Назваем Радиостанции Сверху Нет Не Пилингуется Она Когда Вы Пролетаете Над ней А Конус Он Расширяется Чем Больше Высота Тем Больше Конус Тем Больше Площад Тишины Так 5 Не Забываем Что Мы Не Можем Спускаться Ниже 5000 Футов В этом Холдинге По Процедурам Поэтому На 5000 Остановимся Так Я думаю Мы можем Поднять Упал До 19 Дюймов Почти Давайте До 23 Поднимем Пока Еще Чтоб Ускорить Все Эти Так Ну Все Даю Все Слово Уже Больше Не Крутиться 39 1000 To Go Да Переключаемся На давление 10 16 Давайте Сразу Посмотрим 10 16 10 16 30 00 Давайте Потому что Мы уже Пересекли Эшелон Перехода 30 00 Есть 2 А9 И нам Еще 1000 Футов Спускаться Но Не Ниже 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 Сможем Спускаться Когда Нам Диспетчер Даст Разрешение Заход На Посадку По Этой Схеме И Тогда Уже После Прохождения Маяка Реус После Курса Инбаунд Мы Сможем Спуск Отначить Спуск До 2600 Да 2600 Все правильно Один Налатикал Одна Морская Миль Осталось То есть Мы уже Теоретически В конусе Практически Находимся В конусе Тишины Радиостанции Не крутим Уже Здесь Никакой Хэдинг Летим Как Летим Оп Мы Проходим Над Радиостанцией И Можем Истечь Время Без Десяти Рано Я нажал Лебл И Как мы договаривались Курс 69 Обратный Посадочному А ну Ка Что у нас Там TeamSpeak Говорит У нас Нет Коннекшена Тихо Тихо Так, мы уже прилетели минуту Даже больше 45 секунд А, нет, в 5 секунд была минута Значит, нам надо уже Перехватывать Inbound Course Сначала мы сделаем вот так вот И теперь поставим Inbound Course 249 249, вот так вот Ай А ну-ка, давайте просмотрим TeamSpeak О, мы в коннекте Barcelona Approach Good evening Performing Approach Destination Reus Echo Charlie Hotel Yankee Papa And holding country Over VOR Romeo Eco Sierra Echo Charlie Hotel Yankee Papa Squacking Charlie In traffic information At Pesna 172 Or rolling at the moment Runway 25 Thank you for traffic information Echo Charlie Hotel Yankee Papa Now Squawk is In Charlie Mod Так, какое у нас Так, какое у нас Лендинг In Reus Echo Charlie Hotel Yankee Papa Runway for runway 25 Performing Standard Approach For runway 24 ILS Approach Sulu For runway 25 Так, 1.6 Уже крутиться не будет Charlie Hotel Yankee Papa Living Beholding Romeo Uniform Sierra Clear ALS Suru Approach Runway 25 After Romeo After inbound holding Romeo Echo Sierra Clear To LS Approach Runway 25 Echo Charlie Hotel Yankee Papa Echo Procedemos Echo До встречи До встречи Синько Так, ну че, мы еще Ту летим до сих пор Оп Ну все, можем в принципе Выполнять разворот на Outbound Course Который у нас 0.6 9 И начинать снижение до 2600 Так, по схеме 9 Naughtical Miles Так, убираем Эту фигню Которая меня Тут Немножко Расстроила Но все равно Так интереснее 249 Курс Стоит Так, подходим Значит, продолжаем Крутить наш Жучок Хэдинга Дискендинг 2600 Ту интерсепты Эко Чарли От Льонки Папа Так, давайте Увеличим Рейт Оф Десент И поставим До 23 Я там за скоростью Не уследил А мы летели Уже на Блу Лайн Ну хотя Это не Ничего страшного Он летит В принципе На этой скорости Нормальная Но Так, давайте Увеличим Рейт Оф Десент Чон И смотрим Значит У нас здесь Должно быть 9 Наутикал Майлс И мы начнем Левый Вираж Для Перехвата Нашей Нашего АЛС Давайте Кстати На него Настроимся И прослушаем Обязательно Как быстро Он Отлично Вырубаем Так Ну В принципе Прошли Давайте Снизим Еще До 22 На Дюймик Не Что-то упало Вот так Вот На Дюймик До 22 Давайте Выпустим Закрылки 1 Спидчек Меньше А нет У нас Там Больше 120 Больше 130 Ну Давайте До 20 Дюймов Опустим Пока Какой У нас Рейт Десент 700 Футов Нормально Давайте До 20 Спустим И будем Подлетать К 9 Милям И Выпустим Сделаем Flaps 1 Да Тут Не совсем 249 Стоит Вот так Наверное 249 Будет Да, 0.69 же. Так, высота, высота. Этот выставлен на литиметр 300. 2.49, да. 69, все правильно, я речу. Так, 5 наутикал майлс. Так, мы уже на 3, даже быстро мы что-то спускаемся. Давайте. Up. Давайте еще даже Up. Давайте добавим до 22, опять назад. 6 наутикал майлс. Так, мы уже меньше 139. Давайте выпустим один раз закрылки. Вот этим вот рычагом мы его подняли на один раз. Так, Call Flaps. Flaps open. Fuel selected. Fuel pumps on. Landing lights on. И... Flaps on. Так, скорость упала у нас. Опа! Прозевали автопайлотов. Добавим до 25. Это очень большая ошибка. 8 наутикал майлс. Ну, куда ты, куда ты, куда ты, куда ты, куда ты, куда ты, куда ты. Давай, поднимайся на 2600. Сейчас-то хорошо, есть контакт с землей. А вот, если бы его не было. 8,5. 8,5. 2600. Все. С этой высоты мы только можем вверх немножко подниматься, там, на 100 футов. Вниз никак. Вниз от высоты схемы никак не можем. 9 наутикал майлс. Начинаем. Левый разворот. И доложим ему, когда мы established on localizer. Так, стараемся выполнить координированным. Это значит где-то так. На этой скорости. 2.700. Давайте пока уменьшим rate of turn. Вот он начал входить. Продолжаем. Сierra-Уиски. Реоган-075. Реоган-075. Но мини-зиреколог. Сейчас я подниму. И я бы сказал, что отказалось на арабийский двигатель. Так, смотрим... Значит, шасси мы можем уже выдвинуть на 1 точка. Стависс он локалайс. Преведуем к ревнице 2,5. Реус эко-Чарли, отелёк и папа. Аксонатор... Четыре минуты, я уже прилетаю. Я серьёзно говорю, сейчас я вернусь, я уже всё, захожу. Это была жена. Так, поехали. Я не слышу ничего. Любимая, да. Так, ну мы уже на грязани, значит, можем начать снижение. Давайте выпустим Flaps 2. Есть. И у нас там было 450 футов снижения. Давайте снизим до 25 и сделаем Flaps 3. Сейчас я немножко стабилизирую его. Так, мы можем убрать немножко, чтобы увеличить Raid of Descent. Спустим до 24. Сейчас он увеличивает, увеличивает, чтобы догнать Глиссаду. Так, ну у нас где-то 700. Сейчас мы догоним быстро с таким Raid of Descent к Глиссаду. И на опережение уже давайте добавим немножко. У нас, в принципе, у нас на... Отлично. Вот так. И дальше можно уже штурвалом немножко чуть давать вниз от себя. Чуть вверх от себя. 90 узлов. Отлично. И у нас здесь минимумы были 420 футов. То есть 450. Давайте еще раз проверим, чтобы убедиться. 420, да. Опять мы уже немножко ушли, но уже больше дергать не будем. Значит, прилендинг чек-лист. Да, надо еще мисты прочь выставить. 1420 стоит. Выставляем радиал 234. 234 радиал. Вот он, сет. Уходим по нему до 4240. 234 сет. Значит, мисты прочь. Брифинг комплит. Частота выставлена проверена. При лендинг брифинг. Лендинг лайт. Лендинг gear down. Три грин. Лендинг gear down. Флапс фолл. Филл пампс on. Лендинг лайтс on. В принципе, при лендинг чек-лист complete. Можем садиться. Лендинг лиридс obtained. Все. Теперь мы... Стабилайз ты прочь. Все нормально. Мы держим. Так, уже надо назад немножко выводить. И чуть-чуть на себя дам Чтобы rate of descent Немножко снизить Так, 1000 футов Продолжаем заход, стабильный Так, давайте чуть-чуть дадим назад Скорее всего ветерок нас сносит С нашего курса посадочного Rate of descent 500, нормально Так, 500 to minimum Опа, пошел в другую сторону крутить Главное не делать резких движений И стараться работать на немножечко На опережение Ну и ниже глиссады Резко не спускаться 300 for minimums Чуть-чуть выше мы идем глиссады Но это чуть-чуть, это не страшно Страшно, когда ниже глиссады Так, 100 to minimums И когда дойдет до 50 Это будут минимумы Minimums Полоса runway inside Land Давайте уберем немножко наш Уже до где-то 22 нормально Полоса длинная Сядем легко Еще можно немножечко прибрать Даже до 20 И убираем полностью режим Педальку И Держим носик Все, посадили Flap-flap Вначале Сядем 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 Стандарт Абагур И Реализарíamos Носарков Собред Дичо Гор Дома Куана 26 25 Листа Распред Инструкционис Так, давайте Отормозимся И покинем Покинем Через Браво Выключим Лендинг Лайт Включим Такси Лайт Так Давайте И Да Я совсем забыл Что надо Включать Здесь И А И Конфирм Турнинг Лев Турнинг 1 7 Турнинг 1 Турнинг 1 7 0 Турнинг 9 5 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 4 5 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 14 15 12 12 14 14 15 15 20 16 18 18 18 18 19 19 18 ну я еще и не линейный пилот и у меня честно сказать всего лишь 200 часов налета 200 там с небольшим 215 шли инструментала так вообще кот наплакал 35 на тренажере и 15 в реале плюс я еще чтобы сделать этот на мульти-энжин еще где-то 6 значит 21 где-то в реале так ну вот это дженерал эвейшн и прон вот прямо напротив вот это вот тут еще один есть риосе но я прилетал сюда когда ночные полеты делал и меня оставили здесь поэтому мы не будем лохматить бабушку остановимся именно там есть тем более жена уже зовет ребенка укладывать до позднее время лады значит паркинг-брейк сет и мы провод поблагодарили нашего наш контроль и можем выключать все электрическое оборудование выключено этот по-моему не выключается не нет не включается просто включается на в один на 2 так давайте вот это выключим avionics так все оборудование электрическое потушено в принципе taxi тоже можем уже выключить и navigation lights тоже рубим двигатели по одному двигатели вырублены так теперь выключаем ай дай бог памяти в том самолете здесь это все насосы так можем тоже выключить уже anti collision lights магнит ос вылечена батарейка alternators среда свет должен был бы погаснуть сейчас в кабине но он не погас не продумано в этой модели alternators off и выключаем свет ну в общем вот и все завершен перелет ebis aureus подписывайтесь присоединяйтесь к прямым трансляциям будем стараться делать чистые AFR полеты на мухобойках спасибо что смотрели пока